Заражение собаки происходит в результате укуса эксодового клеща. Возбудители заболевания находятся в его слюных железах, откуда попадают в кровь животного через ранку. Пироплазмы начинают разрушать эритроциты. Этот процесс происходит очень быстро. Продукты жизнедеятельности пироплазмы токсичны для организма. Инкубационный период составляет, как правило, от 2 до 5 дней. Достаточно остро протекающая инфекция. И зачастую без лечения животное погибает. Но далеко не каждый клещ, укусивший собаку, является переносчиком пироплазмоза. Визуально это никак не определить. Точный диагноз ставится на основании клинических признаков, анализов мочи и крови. А можно и вовсе не обнаружить клеща. Но заметить у собаки характерные для этой болезни симптомы. На что нужно обратить особое внимание владельцам, это есть характерные клинические признаки. Это высокая температура, примерно где-то 40 градусов. Для собаки это вялость, отказ от корма. И моча приобретает такой темный цвет, такого нефильтрованного пива. В случае выявления хотя бы одного из этих симптомов, следует немедленно показать питомца-специалисту. Тяжелое состояние у собаки развивается очень быстро. Если лечение назначено правильно, вовремя, то не будет различных осложнений. Пироплазма – это системная кровопозитарная инфекция. Она поражает все органы и системы. Может поражать и головной мозг, и почки, и печень, поджелудочную железу и так далее. Поэтому как можно быстрее, если вы подозреваете это заболевание, или вам просто непонятно состояние вашего питомца, нужно срочно обратиться в клинику. Болеют собаки всех пород и возрастов. Тяжелее всего щенки, молодые и пожилые собаки, особенно те, которые имеют хронические заболевания. Как правило, реабилитация занимает от 3 до 7 дней. Это если нет осложнений. Как правило, сыворотки противопаразитарные, они колются либо однократно, либо двухкратно. Этого достаточно, чтобы убить этого паразита. Но, опять же, как я говорил, это заболевание системное. И задача врача, опять же, отследить, чтобы не было осложнений. Самолечение здесь недопустимо ввиду сильной токсичности препаратов не только по отношению к паразитам, но и собаке. Специалист должен назначить точную дозу лекарств, подтвердить диагноз анализами при необходимости поместить животное в стационар. Отделение интенсивной терапии – это то отделение, где животные поступают уже с осложненным пероплазмозом. Животным иногда требуется переливание крови и очень длительные интенсивные капельные инфузии. Стопроцентной защиты от пероплазмоза не существует. Иммунитет к этой болезни не формируется. Животное может заражаться по нескольку раз за сезон. Поэтому защищать собаку в теплое время года нужно постоянно. Или таблетки давать, либо капельки, либо спрей, либо ошейники, либо вакцинации, либо можно комбинировать защиту от заражения клещом. Кстати, о вакцине. Она недавно появилась на рынке ветеринарных препаратов. Но, по словам специалистов, к сожалению, не защищает собаку от заражения, а только облегчает течение болезни. Нужно понимать, что пероплазмоз – очень серьезное заболевание. Поэтому, чем раньше вы обратились за помощью, тем благоприятнее прогноз по выздоровлению вашего питомца. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».